Святитель Николай Сербский, миссионерские письма. Маляру Любисаву о Божьем дне. Все мы, христиане, по слову апостола Петра, ожидаем прихода Дня Божия. Но не все ли дни Божьи дни, каждый день и каждая ночь, принадлежат Богу, как сказал пророк, твой день и твоя ночь. Бог – господин времени и вечности. Но тот последний день назван Божьим днем по превосходству. В этот день Господь придет судить мир. Этот день – победа и Божия, истина и правды. Представь себя хозяина, который посеял семя на своей ниве. В один день он сел, в другой – поливал и пропалывал, в третий – разгонял птиц и животных, в четвертый – выпрямлял ниву, и, наконец, настал день жатвы. Какой из всех этих дней ты назвал бы днем хозяина? Конечно, тот последний, когда хозяин молотит и просеивает зерна на гумне. И все прежние дни были его днями. Но этот последний день из дней его, ибо он соберет прибыль свою, отделит пшеницу от плевел. Да поможет тебе твой ангел-хранитель быть в приобретении Господу и не оказаться среди плевел. О, как велик и страшен будет тот день хозяина, когда он будет веять и просеивать, когда зерна будут отделяться от плевел, когда цепкие плевла не смогут больше питаться соками пшеницы, когда тайно посеянные семена в рогах хозяина будут брошены в огонь неугасимый, когда всякая тварь, которая самовольно истребила в себе печать хозяина, печать Духа Святого, будет изгнана со двора и лишена заботы его, когда будут утерты слезы и исцелены раны тех, кто в веке всем плакал среди смеющихся и насмехающихся, когда сонмы праведников воспоют им песть славы и победы, когда трубы возгласят свет безо всякой тьмы, слава и радость и жизнь бесконечная, торжество ангонцев божьих над всеми зверями, победоносное завершение неизреченной драмы, которая началась ложным торжеством сатаны над прародителями в раю, конец страданиям Христа, которые разделили с Ним миллионы праведников от сотворения мира.